И вот это вот иногда оттуда как-то выходят вот эти видеосъемки, иногда это редкость, но мы ведь понимаем, что это происходит там каждый день и с каждым сидящим в этой тюрьме. Я выложил там пост, призыв одной чеченской правозащитницы. Асет, она же, по-моему, Аминат Мальсагова. Она выложила видео, где в колонии по этапу пришли новые заключенные, и вот их принимают. Сначала, значит, троих, двое или трое не чеченцы, а потом вот идет чеченец следующий. И вот до этого, значит, русские, например, русская фамилия, они его раз вызвали, там называют статью, срок. Все, значит, бежит, и вообще надо было это видео здесь продемонстрировать. Забыл я это сделать. Он, значит, бежит, и там стоят вот эти вот работники колонии, и они, он должен пробежать, а они его бьют в это время. Вот так один идет, второй, и он называет фамилию Муртазалиев чеченцы. И этого чеченца уже с момента, как он подходит, он сразу его бьет, наносит удар. Тот представляется, что-то говорит, он начинает убегать. И все те, кто были до него, они бегут им просто вслед, как бы, да, пинка там, кто-то даст дубинкой, там ударит. Но не останавливают, дают пробежать. А этот чеченец, он бежит, и его не просто вслед бьют, а его останавливают, хватают, и трое начинают его очень серьезно избивать. И вот я, у меня вопрос просто, неужели, вот, например, такие люди, кто занимаются вот этим вот беспределом, неужели вы считаете, что эти люди не должны быть наказаны? Неужели вы думаете, что по ним, что люди не будут им мстить? Им будут мстить, этих людей, их запоминают, там, люди знают их имена. Потом так получается, что волею судьбы с ними случайно где-нибудь встречаются. И тогда человек, пострадавший от них, он делает с них спрос, берет спрос. И это абсолютно справедливо и оправданно. Имейте это в виду, вот, все вот эти преступники, все, кто воевал в Чечне, кто убивал, кто уезжает потом к себе на родину в России, где-нибудь выпьет, переберет там больше, чем обычно, и начинает козырять, там, я в Чечне, там, убивал, рвать на себе обмайку, тельняшку. Помните, что где-нибудь вы можете понтануться не в той компании, где будет человек, кто с вас за это спросит. Здесь, кстати, часто такое бывает, даже в Европе. Узник чернокозого лагеря смерти. Асаламу алейкум, брат Тумсо. Сегодня увидел видео избиения задержанных, в том числе, и чеченца. Просто кровь застыла. Я вспомнил то время, как из нескольких камер выводили наших братьев и, пристегнув наручниками, забивали до смерти прямо в коридоре. На показ. Хвала Аллаху, даровавшему нашему народу тебя. Узник чернокозого лагеря смерти. На самом деле, вот когда такие смотришь эти видео, ты сказал, что кровь застыла, у меня просто гнев какой-то переполняет. Вот у нас ведь там очень много людей, которые сидят, я имею в виду чеченцев, которые посажены в эти тюрьмы. И вот это вот иногда, оттуда как-то выходят вот эти видеосъемки, иногда это редкость. Но мы ведь понимаем, что это происходит там каждый день и с каждым сидящим в этой тюрьме. Вот этот вот беспредел, эта несправедливость, она происходит с каждым. Чеченцев, да еще если они там осуждены по каким-нибудь статьям, НВФ, терроризм и так далее, то их вообще там дышать им не дают. Если он осужден в колонии общего режима, то этот чеченец не вылазит из бура, пакатэ, макатэ, там как она у них называется. То есть какие-то штрафные вот эти изоляторы, типа карцеры. Если он осужден в строгого режима колонии, то там тоже он обязательно где-нибудь в более там каких-то суровых условиях будет жить. И вот эти вот избиения, там этап, не этап, это происходит с каждым. Посмотрите на этого Аслана Черкесова. Я посмотрел его фотографии, вот эту последнюю, которая сейчас вышла с этим обращением. И первые его фотографии, когда его только сажали. Это все уже, этот человек инвалид. Полностью они его уничтожили. Был здоровый парень, а сейчас он уже выглядит как больной. Ну, нездоровый как минимум человек. Очень худой. Вот эта вот система, вот эта российская тюремная система, которая уничтожает людей, унижает. Она не призвана, это не как в Европе. В Европе тюрьма, она для того, чтобы ограничить свободу этого человека, лишить его свободы. То есть, изолировать его от общества. И тем самым его перевоспитать. Ну, они надеются, что там даже какие-то работы ведутся по перевоспитанию. Но основная цель, это его наказать. Наказать лишением свободы. И изолировать его от общества. Убрать куда-то его. То в России ведь это не так. В России тюрьма, это ее первая, самая главная ее цель. Это унизить, уничтожить, растоптать человека. А все остальное, вот эта вот изоляция его от общества, это только как бы сопутствующее. То есть, уничтожить, унизить, растоптать, изолировав его от общества. То есть, вот так это звучит в России. И вот это вот то, что происходит, это вызывает огромный гнев. И я еще раз повторяю. Пусть потом не жалуются, что им за такое вот поведение им мстят. Я как-то говорил, что есть какие-то структуры, работники которых поголовно все должны будут преследоваться. Поголовно все. Пусть они об этом помнят. Вот эти вот все работники всяких колоний и так далее. Поголовно все должны преследоваться. Все являются преступниками. Вот по умолчанию работает он там, преступник, преследуется. И пусть и далее уже просто нужно доказать тяжесть его преступлений. Непосредственно пытал ли, непосредственно бил ли. Или просто помогал. Или просто умалчивал, скрывал, что коллеги так делают. Или просто своим молчанием поощрял. Понимаете? Но преступники все, каждый, каждый работник вот этих колоний российских, каждый является преступником. Отдельная такая каста людей. Все должны преследоваться. По закону уточнение важное. И хочется в этом контексте сказать, да помилует Всевышний Аллах, нашего брата Юсуфа Тимирханова. Да дарует ему Аллах степень шахида. Тумсо, ас-саламу алейкум. Тумсо, ты не прав. Лично я не хочу, чтобы меня показывали на весь мир ни фото, ни видео. И это нормально, что люди скрывают свое лицо. И это не значит, что мы боимся кого-то. Не все хотят быть блогером, как ты, например, не в обиду. Брат, ты делаешь благое дело. Алейкум ас-саламу ам-талам. Не соглашусь я с тобой, Бамут. Во-первых, все те люди, кто это записывает, или не показывая свои лица, все эти люди ведут свои страницы в социальных сетях и показывают там свои лица на фотографиях. Показывают, делают там видеоролики. Они не скрывают, когда они кушают шашлык, они не скрывают своих лиц. Когда они едут на свадьбу к своему очередному брату, который женился здесь в четвертый раз, они тоже не скрывают свои лица. У них нет проблем с тем, чтобы не светиться. Это не те люди, которые не хотят себя светить. Это не те люди, которые убеждены из-за каких-то религиозных соображений, что фотографироваться нельзя. Нет, это не те люди. Основная часть этих людей, 99%, они живут обычной жизнью, фоткаются, видео снимают. Но именно вот здесь, в этом вопросе, в этом флешмобе, они этого делать не хотят, потому что опасаются, боятся. Это первое. Второе. Даже если люди не хотят этого делать, это та ситуация, когда надо делать. Потому что это там, то, что сегодня там в Германии постигло вот этих вот наших соотечественников, если это сейчас на это не отреагировать, если сейчас на это не обратить внимания, то это произойдет и дальше. Это придет и к вам, и во Францию, и в Бельгию, и в Голландию, Данию, Швецию, Норвегию, Польшу, куда угодно. Если здесь этот прецедент пройдет, это пройдет и в другом месте. На это надо реагировать. Поэтому... Поэтому... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok